Всем привет! Меня зовут Дмитрий Шимков. В данном ролике я хотел бы рассмотреть гороскоп президента Беларуси Александра Лукашенко и тех людей, которые конкурировали с ним на выборах в 2020 году, а именно Светлана Тихановская, Сергей Тихановский и даже я захватил Виктора Бабарико. Дело в том, что гороскоп Лукашенко я делал еще в 2019 году для издания Дни.ру и косвенно я могу подтвердить, что все то, что было написано в этой статье, имеет место быть. Но с одной оговоркой делал я его гороскоп по его дате рождения измененной. То есть, как уже выяснилось, измененная дата у него 31 августа 54-го, а все-таки настоящая дата 30 августа 54-го. Но некоторые, скажем так, события, которые проходят шлейфом вот сквозь 20-е годы, они очень близки к тому, о чем я говорил два года назад. К этому ролику в описании будет прикреплена ссылка на этот гороскоп. Кому интересно, можете почитать. Значит, почему бы мне это вдруг интересно? Конечно, этот ролик входит в плейлист гороскопа известных людей и все то, что происходит в последний год Беларуси, интересно, думаю, больше аудитории, чем раньше. То есть, я, например, очень пристально наблюдал, начиная с выборов, даже предвыборной кампании еще летом прошлого года, 20-го, за тем, что там происходит, потому как раньше Беларусь мне не была особо интересной. Ну да, есть такой Лукашенко, последний диктатор Европы, как его называли, типичный авторитарный лидер и так далее. Но все то, что происходит сейчас, конечно, не может оставаться в каком-то блаженном ключе, неизменном, так как события форсируются каждый день из Беларуси, как сводки с войны, новости идут. Поэтому я здесь решил немножко разобраться с точки зрения нумерологии. То есть, тут сразу стоит оговориться, что те прогнозы, которые я делаю, это все-таки прогностика. То есть, чтобы вытягивать, какой сценарий включен у человека на сегодняшний день, нужно понимать какие-то события из прошлого. То есть, так как мне с ним поговорить не приходится, нет возможности, как вы понимаете, мне приходится это делать по холодной схеме. То есть, брать Википедию, какие-то новостные ленты читать и понимать вообще, где какие маневры происходят. Но начать я хотел бы как раз с его прямого конкурента, скажем так, Сергея Тихановского, который, собственно, и заявил о себе. Но я так понимаю, что он был достаточно известным оппозиционным блогером какое-то время, в мое поле зрения он не попадал. И я его увидел в каких-то роликах в прошлом году, весной, когда он ходил с таким большим тапком, огромным. Там были предвыборные вот эти палаточки и подписи собирали в его пользу, как участника выборов будущих. И он ходил с таким тапком, и оттуда я узнал, что такое неофициальное прозвище Лукашенко – таракан. И вроде как вот эта метафора тапка – это как раз прибить таракана тапком, таким большим тапком. Поэтому данное видео я и назвал «Таракань и бега», потому что в какой-то момент это тоже своего рода аллегория напоминает, как побежали все вместе, кто добежит до финиша. Сергей Тихановский – это, конечно, мощный дядя. То есть вот даже если посмотреть структуру его даты, я думаю, что он гораздо более циничный и твердолобый, чем сам Александр Лукашенко. То есть, например, Лукашенко таковым является, но у него все-таки есть показатели в дате. Вот у меня здесь на двух листах разрисованы гороскопы. Все-таки у Лукашенко есть некоторые, ну, какие-то моменты дипломатии, не побоюсь этого слова, да, то есть, ну, и огромнейший опыт, да, то есть, мы к нему попозже еще вернемся. А то, что заложено в дате Сергея – это непробиваемый человек, то есть, ну, невозможно его в чем-либо переубедить. Это, конечно, те позиции в дате, которые очень хорошо ложатся под профессию политика, потому что в политике, видимо, и должны быть такие люди упорные, твердолобые, циничные во всех смыслах этого слова, непробиваемые абсолютно. И дело в том, что у этих аспектов даты Сергея Тихановского есть минус – это отсутствие большого размаха крыльев, скажем так. То есть, что имеется в виду? Вот обычно то, что я знаю по практике, за свои 20 лет практики наблюдений за людьми, такие показатели очень хорошо раскрываются в не то чтобы публичной сфере, а в какой-то предпринимательской теме. Например, из него хороший предприниматель получился бы, ну, бизнесмен, то есть, человек, который может с нуля поставить абсолютно любую структуру, которая приносит прибыль. Потому как там, где нет прибыли, этот человек быстро теряет интерес и переходит, ну, то есть, абсолютно тактическое мышление, то есть, не стратег. И в этом смысле, если мы берем за форму политику, за форму бизнес-схемы, то, конечно, он начинал уже давно этим заниматься потихонечку, постепенно, пробуя разные варианты. Но размах его крыльев не позволяет ему занимать вот такие полочки большие. То есть, другими словами, вот на пути этого человека постоянно препятствия в достижении каких-то очень амбициозных космических целей и задач. Здесь, если смотреть Сергея по прогностике, получается так, что он зашел не в самый удачный период жизни, начиная от 41 до 48 лет. Вот, если вы вспомните, кто смотрел или читал мой гороскоп для президента Украины Зеленского, как раз я говорил о так называемой семилетней петле кабалы. Ну, в кабалистической нумерологии это очень путанная, мутная абсолютно тема, которая то возвышает человека вверх, то резко опускает вниз. И там невозможно давать какой-то четкий прогноз, потому что все это является неосезаемым, непрогнозируемым, да, то есть, время черных лебедей. Вот как раз Сергей с 41 года, кстати, в прошлом году, вот когда его задержали, ему было еще полных 41 лет, он зашел в эту семилетнюю петлю. В ней можно, образно говоря, поковыряться и понять, что и как. Я, например, не думаю, что он будет долго сидеть в заточении, потому что, если смотреть его циклический период от 43 до 44 лет, это как раз с августа 21 года по август 22, так и идет какое-то очень важное изменение в его жизни, которое параллельно идет с переездами. Если смотреть в самом деструктивном сценарии, то, конечно, мы можем трактовать это как, например, суд и этапирование. Но мне кажется, что он просто слетает с этой гонки, он слетает с этих, то есть, ему перекрыт путь. У него третье предназначение запускается только первой предпосылки, скажем так, третьему предназначению, то есть, предназначению талантов, как правило, вот в такой схеме гороскопа, включается только начиная от 46 полных лет. То есть, через 3-3,5 года только начало этого пути, заход в какую-то длительную тему. Но то, куда он зашел сюда, этот вопрос для него закрыт. То есть, это тупик, это закрытая дверь, он не может проникнуть. И самое главное, что даже если он сто раз будет правым, весь мир переворачивается против него. И, возможно, это и хорошо. На самом деле, если с такими показателями в дате человеку дать рычаги влияния, власти много, то этот человек очень быстро может стать самодуром, таким маленьким диктатором. Я этого не утверждаю. Сразу скажу, очень много возможностей можно раскрывать через призму его даты рождения. Очень многое ведь зависит от воспитания, образования, но и от личной жизни. Поэтому я их гороскопы делал вместе, его и Светланы, чтобы понимать, где были кризисы в личной жизни и по какому сценарию пошел его гороскоп. В общем, я думаю, что это очень достойный соперник для Лукашенко. Как будто бы Лукашенко видит в нем, как в зеркало смотрится, видит в нем себя, только молодого. И гораздо более борзого, потому что Лукашенко циник, но внешней харизмы в его дате меньше, чем у Сергея. Сергей может артистизма добавлять, хотя многие из вас со мной могут поспорить, что как же так, и Лукашенко тоже такое чудит, и прямо-таки шоумен. Но он из себя это выжимает. Возможно, политтехнологи с ним работали. Вы просто посмотрите кадры, когда он начинал свой путь в середине 90-х и какой он сейчас. То есть поработал он над собой, да и предназначение его выправили в какой-то момент в специфике деятельности. Касательно Светланы Тихановской, 11 сентября 1982-го, ее гороскоп я тоже год назад еще делал. Вот все говорят, домохозяйка, и Лукашенко ее троллил, что вот она там, пускай котлетки жарит, пончики печет и так далее. Отчасти можно согласиться, в ее дате отсутствует амбициозный вектор. То есть обычно люди с такой датой плывут по течению. Вот куда волной, так сказать, принесет, вот там и буду раскрываться, но при этом раскрываться с претензией на более высокие позиции. Скорее дата ведомая, чем суперлидерская. И самое главное, с отсутствующим вектором развития. То есть вот если Сергей Тихановский ставит цель, прет к ней, и если она ему непонятно, он просто меняет тактику, то у Светланы Тихановской просто сбитый фокус, как я это называю. То есть вот куда принесло волной, как я выше сказал, так, собственно, там и буду. И она неоднократно в своих интервью говорила, что да мне это не надо, собственно. Это было протестное голосование в ее пользу, что нормально. Но я, кстати, хочу сказать, если бы она стала президентом любой страны, неважно какой, либо занимала какую-нибудь высокую должность, в том числе в политическом пространстве, она была бы очень неплохим и справедливым лидером. Потому что все-таки, если их брать троих, у нее самая, скажем так, сердешная, не побоюсь этого слова, дата, то есть вот эта женственность, несмотря на число души 11, радикализм, который у нее включается только в те моменты, когда ее зажимают в угол, все-таки это мир. У нее дата миролюбивая, которая дает посыл на пусть цветут все цветы. Она, конечно, непростая девушка, у нее есть жесткие моменты в дате, но они, видимо, включаются у нее конструктивно и когда надо. То есть в дате обычно видно, когда отсутствует вот это качество самодурства. Вот в ней этого нет. Это абсолютно такая спокойная... Вот если вы посмотрите ее интервью, я наблюдал типичная дева, такая монотонная речь, как-то не уходящая от вопросов. То есть абсолютно прямая, как стрела, ничего не скрывающая, да, то есть открытая. В этом смысле она соответствует тем положениям, которые зашифрованы в ее дате. Но дело в том, что она только на пороге своего второго предназначения. Я посмотрел, когда они сошлись в союз с Сергеем Тихановским, личная жизнь, достаточно рано, там 19-20 лет, по-моему, или максимум до 21-го она зашла в личную жизнь. И я вообще сразу увидел кризис этих отношений, этого союза изначально. То есть я понимаю, что из-за рождения детей точки кризиса съезжают во времени. Но дело в том, что вот если представить их двоих, такое ощущение, что там происходят драки внутри этих отношений, или друг друга готовы просто вот побить, понимаете? Вот мы этого можем... Мы, естественно, точнее, этого не знаем и никогда не узнаем. Но именно на фоне кризисных моментов, например, в ее гороскопе кризис ярко выражен 3 года назад, в 2018 году, кризис отношений. То есть если смотреть по Сергею, у него кризис выражен 4 года назад. Ну, то есть с 39 на 40 его полных лет. То есть имеется в виду, что к этому моменту их союз исчерпан. Но имеется в виду на ментальном уровне. После чего их даты начинают идти по абсолютно разным сценариям, включая амбициозные амбиции, зачастую безнадежные абсолютно цели. И за счет этого у каждого пути расходятся. Здесь важно то, почему Тихановскую выбросила на берег из этой реки личной жизни. Как раз в результате кризисных отношений. То есть если бы делал индивидуальный ее гороскоп, я бы понимал, что в любом случае к 40 годам она бы начала раскрывать таланты, которые никогда раньше не раскрывала, потому как для нее эта тема была закрыта. Первое ее предназначение с 16 лет до 40, это 24-летний цикл, первое предназначение, очень длинное, оно было дано для ее раскрытия ее как женщины в семье, рождении детей и так далее. Соответственно, любые ее потуги, скажем так, внутри этого союза, потуги в плане профессиональных каких-то тем, были бы незамеченными и, скорее всего, нереализованными, что, собственно, и подтверждает ее жизнь. Но, начиная с 22-го года, но я думаю, что это начнется уже в конце 21-го, у нее очень ярко в гороскопе выражен момент ноябрь-декабрь этого года, и весь следующий год, и до начала 23-го. Это эпизод с ее 40 в переходе на 41. Особенно включается предназначение талантов на 12 лет, кстати говоря. Второе предназначение покороче у нее от 40 до 52. Там это предназначение показано двумя дорогами. Реорганизация личной жизни и раскрытие себя в общественном пространстве. Ну, то есть некая карьера. И вот как раз начиная с конца 21-го, 22-го, 23-го, видно, что она как-то быстро набирает себе очков в свою корзину будущей какой-то карьеры, завоевывает какое-то новое имя себе, как я это называю, на профессиональном поприще. И вот очень интересно за ней как раз наблюдать не предыдущий год, 20-й, 21-й, где она избиралась, потому что там, по сути, можно это назвать какими-то предпосылками, а именно началом какого-то большого такого пути. С точки зрения нумерологии невозможно ведь сказать, чем она будет заниматься, то есть будет ли она политиком или раскроется таланты в какой-то другой теме. Но как минимум мы теперь это все будем видеть и знать, потому что человек уже попал в паблик, соответственно, без внимания не останется. Что еще? Да, у Сергея Тихановского вот эти годы, которые начались, проблемы, точнее, которые начались с 20-го года, они как будто бы решаются в течение двух лет. Это 22-го и максимум 23-го. То есть к 23-му году вопрос его либо с заточением, либо с политической деятельностью закрыт. То есть человек переходит на новые рельсы, вот ближе к 46-ти и пошел. Там у него очень большой путь, 25-летний цикл открывается, карьера и талантов. То есть не исключено, что он останется в какой-то политической деятельности, даже будучи там в тюрьме, допустим, это такой деструктивный сценарий. Но этот человек бунтарь, он все равно сможет мобилизовать вокруг себя, он харизматичный и может вокруг себя мобилизовать много людей. Но он опасный, повторюсь, по части власти в руках. Чем больше у него власти, тем больше он сдувается, потому что его дата не рассчитана на такой объем, как президентство, скажем так. То есть обычно с такими показателями люди уходят в деструктивный сценарий по управлению, в авторитарный, например. Особенно там, где нету сдержек противовесов и прочих законов, которые могут сдерживать диктаторов. Ну или начало зарождения какой-то диктатуры. Вот очень ярко выражены по размаху крыльев, я имею в виду. Например, в прошлом президент Казахстана Назарбаев, или вот в Туркменистане, я забыл, как его зовут, с ослабленными датами. То есть когда такие даты приходят к власти, они непременно переходят в диктатуру. Непременно и схватывают все, и вместо реформ, развития, то есть держат некую стабильность. Я еще тут немножко, прежде чем перейти к Лукашенко, хотел затронуть Виктор Бабарико. Скорпион, кстати, такой человек очень закрытый. Не сразу мне удалось его, так сказать, расщелкать. Но вот этот человек, с ним легко можно договориться. То есть он очень легко меняет приоритеты. То есть он мутный, во-первых. Ну, я здесь, опять-таки, у меня нет никакой гражданской позиции, хотя, естественно, она есть. Но я не гражданин этой страны, республики, да. Соответственно, я здесь смотрю как политика, да. Вот Бабарико – это человек, который тянется по жизни к большим высотам. Но когда он приходит к какой-то цели, он почему-то понимает, что ему это уже неинтересно. Его можно держать только, образно говоря, на привязи, да. То есть чтобы он не метался, потому что с этим человеком сложно договариваться стратегически. Он может сегодня одно сказать, а завтра другое, понимаете. То есть, ну, все, он уже устал от какой-то версии, ему уже это неинтересно, он ею перегорел, давай что-нибудь другое. Вот, поэтому его легко в любой стан перевести политически. То есть с ним может договариваться, его можно переубедить, сказать будет так, он попадает в мир своих иллюзий, которые сам же себя придумывает. И идет уже, вот, например, по этой дороге. Дело в том, что у него, на самом деле, интересная карьерная петля. И тоже в этом году, со второго полугодия, прямо с июля включается. Вот с июля этого года и до самого начала 23-го года. То есть неполные два года у него очень форсированная жизнь. Почему я его взял тоже в разработку? Потому что, скорее всего, ну, как многие считают, что он и должен стать вот тем транзитом власти, то есть типа ставленником из России, и стать на президентское кресло. Если такое произойдет, если такое произойдет, а это может произойти, да, с одной стороны, то есть я думаю, что он в этом президентском кресле очень недолго удержится. То есть какое-то количество лет, год-два и слетит оттуда. Либо он уходит в совершенно какую-то понурую тему, не имеющую отношения к политической деятельности. Вот в эти два года. Тут понимаете, чем интересны гороскопы этих четверых людей? У них все решается до 23-го года. У всех. То есть разворот событий, который меняет их положение, скажем так, на шахматной доске. Поэтому в этом смысле, как будем за ними наблюдать, я всегда наблюдаю за людьми, смотрю за те, кто рефлексирует, те, кто имеют какой-то вес. Переходя все-таки к Лукашенко, теперь я сделал все-таки гороскоп и полный чертеж от даты 30 августа. Все-таки, понаблюдав за ним последний год, я все-таки пришел к выводу, что это 30 августа. Это истинная тройка. Ну, тридцатка числа души. Человек, который... Вот у него очень интересно включен момент в дате. То есть многие покупаются на его как бы псевдообаяние, а на самом деле у него напрочь отключена эмпатия. То есть такое ощущение, что он вообще никого не переносит на дух, но ему приходится, знаете, как вот натягивать улыбку, что-то говорить. Но ему это ничего не надо. Он для него... Это пешки... Вот когда такой... Скажем так, такому человеку с такой датой рождения вот такие давать рычаги влияния, мощные, власть, он, конечно, ее никогда никому не отдаст. И договориться с ним практически нереально. То есть это тот человек, который да-да-да скажет, да, я согласен, все по рукам. А в итоге делает все по-другому и по-своему, что те, с кем он договаривался еще пять минут назад и что-то обещал, просто находятся в каком-то космическом шоке. Не понимаю, как это так. Он же... Мы с ним договорились, а он все перевернул по-другому. При этом сделал настолько красиво, что никого не задев при этом, понимаете. То есть выкрутился. Очень-очень хитрый. И вот это отсутствие эмпатии помогает ему держаться во власти, потому что если бы чуть-чуть он был бы сердешний, он бы, конечно, многое-многое понимал. Хотя, если смотреть его вот в ту сторону, о которой мы не знаем с вами, как внешне наблюдателя, то есть это семейственность. Семейственность у него раскрыта прямо вот идеальной, понимаете, как муж, там, отец, не знаю, дед. То есть это идеальный такой дед. Ну, так скажем, просто дед. Вот. Но там, где он в работе, у него показано качество исполнителя. Вот. То есть он в любом случае по жизни с такой датой никогда бы не пропал, потому что с такими показателями в дате показано так, что у человека всегда есть деньги, работа, дело. И постоянно кому-то чего-то доказывать. Ну, на самом деле, если бы такой человек работал в какой-то цепочке, то есть над ним были бы какие-то управленцы, то его бы продвигали как самого активного, самого исполнительного. Причем он настолько качественно что-то делает, вот если за что-то берется, вот грубо говоря, вылизывает с ног до головы только потому, что ему это надо. Это он хочет, чтобы это был идеальный результат его деятельности. И если смотреть его во власти, конечно, его очень трудно скинуть. Очень трудно. Но тем более, что тут не работают никакие законы, никакой демократии. Естественно, все то, что происходит, особенно последний год. Я-то помню еще моменты, по-моему, 2010 года, когда была акция молчания или аплодисментов людей в парках. Меня тогда это вообще покорило, как гражданский акт людей. Последний год, 2020 год, показал массовость и фальсификат выборов. Ну, что естественно в авторитарных режимах, хотя здесь элементы диктатуры уже подключены, если с точки зрения политологии смотреть. Ну, вот, все-таки, переходя, чтобы долго не грузить, смотрите, у него получается завершение карьеры в одном статусе в эпизоде с весны 2022 года до осени 2023. Собственно, то, о чем я писал в гороскопе о нем два года назад, по 31 августа, эти две точки совпадают. Но, если там, я уже говорил о том, что он куда-то уедет и уйдет полностью, там, отдыхать или куда-нибудь, что-нибудь там, суд какой-нибудь будет над ним, то здесь получается так, что он как бы меняет свой статус, он уходит с насиженного места, но при этом он остается где-то в стороне. Ну, то есть, он не уходит из этой деятельности, скажем так, и параллельно занимается чем-то еще, начинает заниматься. Вот то, что параллельно, и об этом можно будет узнать уже осенью 2023 года. Это в его полной 69 лет, переходящих в 70. Но, понимаете, вот так получилось, что по всем четырем гороскопам у этих людей что-то начинается. У кого-то с середины этого 2021 года, у кого-то с конца 2021 года, и до весны, и осени 2023, 2023 год, как эпицентр событий в Беларуси. То есть, да, я еще не рассматривал, я помню, там и Мария Колесникова, и Латушка есть такой политик тоже. Я помню ее 24 апреля, он 10 февраля, Водолей. Интересные люди, но здесь я тогда вообще на два часа останусь, если мы всех будем рассматривать оппозиционных лидеров, там, координационный совет. Я думаю, если что, можно будет отдельно о них что-то сказать в будущем. Но вот эта четверка, это вот та аллегория, которую я привел в название «Таракань и бега», это то, о чем я и хотел сказать. Они бегут, они выбежали из одной точки А в точку Б, но бегут по-разному. И витиевато кое-кто. Только один Лукашенко и Сергей Тихановский прут как танки. Если, ну, Сергей Тихановский, этого человека нельзя сломать. Это вообще, я думал, я по дате смотрел, он как спортсмен. То есть, у него упорство идет на физику, на физический план в дате. То есть, как будто он может стены двигать, понимаете, там, штанги невероятные какие-то тягать. И вот это упорство, если идет в гуманитарную тему, такую, скажем так, офисную, здесь это приходит к неминуемым повреждениям его этой карьеры. Ну, о чем я вначале и говорил. То есть, размах крыльев, ему подрезают эти крылья, когда он такие амбиции раскрывает. Вот Лукашенко как будто бы ломается. Вот смотрите, даже 21-й год у него ломается гороскоп до конца августа, даже если смотреть. Вот начиная с апреля 21-го года по конец августа. Ну, максимум до начала сентября. Конфликтная ситуация. Как будто бы в результате конфликта, вот знаете, как вот наверняка у многих из вас были ситуации, что вы где-то работали, пришел какой-то новый руководитель, и у вас с ним возник конфликт, и вам пришлось уйти с работой, вот, по причине этого. Вот у него примерно такая ситуация в 21-м году, накаленная. То есть, ну, вот я делал третичные циклы по году, видно, что кто-то на него наседает. Я не знаю, кто это, может, там, Путин какой-нибудь. И начинает на него давить и говорить, как надо делать. А он говорит, он говорит, нет, я не хочу так делать, ну, я могу попробовать, да, но я не хочу. И вот этот накал страстей доходит до весны 22-го года, где кто-то на него насел и предлагает ему какие-то варианты, которые некомфортны для Лукашенко. И вот там все решится, я думаю. Интересный момент у него апрель-май 22-го года, где окончательно будет понятно, да, да, нет, нет. Потому что, если не будет договоренности, его просто может снести какая-то невероятная сила. Просто вот невероятная. Либо он идет на эту договоренность, на эти уговоры, но все равно сносит его в сторону. Он, я не помню, сколько срок президентства в Беларуси, там, 4-5 лет, 6. Но такое ощущение, что этот срок, он не усидит. Это то, что я вижу поверхностно сейчас, я не могу это утверждать, это всего лишь мнение. Это то, что видно с точки зрения цифр, это очень поверхностный анализ. Возможно, какой-нибудь астролог, который разберет его какие-то уникальные черты характера, несколько по-другому это может показать. Но мне это видится вот так, чтобы более простым языком просто донести. Ну, надеюсь, доступно. Пишите, пожалуйста, в комментариях, как, доступна ли вам информация. Может быть, какие-то вопросы остались, тогда в каком-то из последующих видео можно будет что-то дополнить, дополнить по этой теме. Вот так необъятное хотелось вам показать. Вот необъятное, потому что очень много мне есть чего сказать. Это лекция часа на три могла бы здесь быть. Ну, надеюсь, доступно. Спасибо вам большое за внимание. Я хотел бы пожелать добрым людям в Беларуси бороться за свою гражданскую позицию. Вы очень крутой народ. И то, что мы видели осенью прошлого года, в августе-сентябре, это, конечно, с одной стороны в чистом виде фашизм, убийство, садизм со стороны силовиков. С другой стороны, люди, которые вышли после четверти века зажатости, закрытости, это так долго не может идти, понимаете, двигаться. Потому что эра Водолея, как я всегда и говорил, сметает своих прошлых наставников, сметает их с лица земли. В первую очередь, это касается всех авторитарных лидеров. Мир как будто бы разворачивается шарик и начинает двигаться в другую сторону. Все, как я и раньше говорил, до середины 20-х годов, мы не узнаем этот мир. Перевернутся полюса в геополитическом и экономическом пространстве. И все вот эти микрореволюции и так далее, изменения политических курсов, это начало-начал. Эта пятилетка с 20-го по 25-й многое поменяет, в том числе и нас с вами, что я считаю очень хорошо. Нужно двигаться дальше в век технологий, в век изобретений и свободы. Эра Водолея – это в первую очередь свобода. Спасибо вам еще раз за внимание. Ставьте лайки. Дмитрий Шимко. Пока. Дмитрий Шимко.